Да, я включил. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня 81 занятие нашего курса «Иврит, Торы и молитв». Мы находимся в преддверии Песахшини, точнее, вот уже начался день 15 ияра. Что такое Песахшини, я рассказывать не буду. Ну, это вот такой день, не то что праздничный, но, по крайней мере, это хану в этот день и читают. И это значит, что довольно вскоре, а именно на этой неделе в четверг, точнее, в среду вечером, начинается лагба овер, в среду вечером зажигаем костры. Я хочу напомнить вам, что год назад мы разбирали пизмон песенку «Бар Юхай», очень красивая песенка, и файл по разбору я поставил, точнее, я переслал Натану, и он поставил на наш канал в Телеграме. Вот, а сегодня мы будем разбирать недельную главу, которую мы читали вчера, вчера в субботу. Мы читали два недельных раздела «Ахарей» и «Гадушим», «Ахареймот», и следующий за ним «Гадушим», потому что в этом году иногда недельные разделы объединяются. Так вот, прошлый год мы разбирали параграф из «Гадушим», в этом году мы давайте посмотрим «Ахареймот». «Ахареймот». Так, открываю текст, и давайте сразу вам… Так, Натан, что-то тут я не могу включить демонстрацию экрана. Проверь, ты не отключил мне ничего. Буду добр. Натан? Да-да-да, сейчас, полсекунды, полсекунды. Так, сейчас ставлю чат, сейчас ставлю словарь «Искупление грехов». Так, так-так-так, минуточку. Чуть-чуть мне осталось, чуть-чуть не влезло. Подожди, а мы что-то не видим. Я чат не поставил, хочу переключиться на другой текст. Значит, я должен каждый раз запускать новую демонстрацию экрана, да? То есть, опции такой… Они сейчас сделали из-за как бы бетахона большего, нельзя переходить между документами, можно только каждый раз открывать новую. Только каждый раз. Ну, хорошо, значит, вот на это и будем рассчитывать. Так, итак, книговая икра «Перек Тет Зайн», что означает 16. «Перек довольно большой, не уверен, что мы успеем пройти его до конца». Вот, но, по крайней мере, начнем, да. И говорил Бог, «О, я должен сделать два объявления. Первое объявление техническое. В ближайшее время я… По воскресенье мне довольно сложно в это время давать урок. И я попрошу Натана, по возможности, в ближайший месяц-полтора максимум, значит, этот урок передвинуть на какой-то другой день. Потом мы вернемся… В том, что «йом рви» среда, то бишь? «Йом рви» и… да, возможно, возможно. Ну, эти объявления. Это номер один. И номер два сегодняшней занятия я хочу посвятить памяти Моше Бен Хаим, те, кто занимается со мной ивритом. Наверное, слышали про него. Это мой ученик, дядя Миша, который пришел ко мне в Колель несколько лет назад. Вот, совершенно не зная ничего, практически ничего не зная в еврействе, не зная, естественно, ни букв, не умея читать, не разбираясь в том, как построена Тора. Ему было 62 года в то время, и после школы он практически не учился, да и в школе учился плохо. Но вот за несколько лет он так здорово продвинулся, что как-то делал сиюм Мишны и докладывал нам текст Мишны и перевод. К сожалению, в субботу мне сообщили, что он покинул нас. Ему было где-то в районе 65-ти. Да, пусть его заслуги говорят о нем в добрую сторону. Итак, говорил Бог Моисею, мы знаем, что слово «мот», вот оно, да, оно немножко нетипично. Про человека умершего говорят «мет», а слово «смерть» скорее в современном иврите «мавит». Это тот случай, когда вторая корневая буква «вав», да, в некоторых случаях она очень редко, она звучит как «вав», и тогда при написании пишут два «вава» подряд, то есть она выступает как буква. В других случаях она либо звучит как, либо выступает как огласовка, как вот здесь, да, то есть холам, а иногда она вообще выпадает как в слове «мет». Но здесь говорится о хреймот после смерти. Шнейбнэйрон, двухсыновей Ирона. Бекор-ба-там. 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 При приближении их. Корень мы видим, коров, да. Я как-то рассказывал, один из уроков я посвятил этой теме, что это за форма слова. Это абсолютный инфинитив. Абсолютный инфинитив с префиксом «б» и с местоименным суффиксом. То есть примерно как в «шма» у в «шохбеха» у в «кумеха». При приближении их, лифнея шем, перед Богом, ва-я-муту, и умерли они. Ва-я-мар-шем эль-мушэ, и говорил Бог Моисеев, «Дабэр эль-Арон, говори Арону, ахиха брату твоему, ве-аль-яво, и пусть не входит он, и точнее, и он не будет ходить, бехол-а-эт во всякое время, эль-ха-кодыш, в помещение святое. «Ми-бэйт-а-парохет». Парохет – это завеса, отделяющая кодыш-кодышим от кодыша. Мы помним строение мешкана, передняя часть, куда входил коэн каждый день, например, для того, чтобы зажигать минуру, оно называлось кодыш, примерно, значит, размер его был 20 локтей на 10 локтей, а завеса отделяла заднюю часть, которая называлась кодыш-кодышим, и там стоял только Арон-кодыш, то есть ковчег завета, сундук, в котором хранились скрижали, и цветок торы, и обломки предыдущих, первых скрижали, и туда входил коэн-гадоль только в течение одного дня в году, к Йон-ки-пу. Вот здесь говорится о том, что даже коэн-гадоль не имеет права туда входить. Байт имеется в виду не дом, а внутри, то есть за завесу. Эль пнейга капорет, то есть к лицу, словом капорет, называется крышка Арон-кодыш. Как мы знаем, крышка была сделана единым целым, с двумя фигурами ангелов. Так, хоть они были из единого куска материала, да, коэн-гадоль, входя в Йон-ки-пур, видел положение этих двух ангелов, когда в народе было все в порядке, ангелы были повернуты лицами друг к другу, когда были споры и раздоры, ангелы отворачивались друг от друга. Очередное чудо. Так вот, эль пнейя парохет, то есть представать пред лицом вот этой крышки, то есть этих ангелов. Ашер Аль-Арон, который на ковчеге, Арон буквально это шкаф. Вело я муд, и он не умрет. Ки бе анан, потому что в облаке, анан это облако. Э-Ра-Э, я буду показываться, эль, простите, Аль-Акапорет, над крышкой. Бе-Зот, с этим, слово Зот, помню, пишется с Алифом. Яво Аарон, будет ходить Аарон, Эль-Акодыш, святое. Бе-Пар-Бен-Бакар, с теленком, буквально сыном быка, ле-Хатат, в жертву очищения греха. Ве-Айль-Ле-Ола-Из-Баранам, для жертвы все сражения. Ктонет-Бад, ктонет это название одного из одеяний. Бад, вообще-то это материя, но здесь имеется в виду Бад-Льняной. Интересно, что слово ктонет происходит в катон и кутна. Кутна в современном иврите, а катон это общеупотребительное название хлопка, хлопок, катон, кутна. Ктонет, кодыш, святое одеяние, илбаш, он наденет на себя, он облачится. У михны сей, вад и ю, аль-басаро, михна саим, это брюки. Ну, это действительно что-то вроде пантелонов. Из вот этой же материи. Слово Бад в современном иврите – это любая материя, материал, ткань. Будут на буквально плоти его. Слово Авнет называется что-то наподобие пояса, которому он перепоясывался. А словом Яхагор, да, слово это однокоренное с хагора. Хагора – это ремень. Как ремень брюк, так и ремень безопасности автомобиля. Яхагор – он опоясывается. Увом митснефет бад – яцнов. Митснефет яцнов – это тюрбан. То есть буквально и тюрбаном из материи он затюрбанится. То есть наденет на голову свою. Бигдэй кодышем – это святые одежды. И омоется в воде свою плоть, свое мясо буквально. И наденет их. И от общины сынов Израиля яках он возьмет шней саирай зим. Двух саир – это козел. Аэз – это коза. То есть двух козлов козьих имеется в виду. Двух молодых козлов. О том, какие они должны быть. И его общее о том, как служил Коэн-Гадоль в Йом-Кипур, мы читаем в этом параграфе. Это тот параграф, который читается в Йом-Кипур. В Йом-Кипур в молитве Шахарид. И, кроме того, в молитве Мусаф, точнее, в повторении молитвы Мусаф Кантером, читается описание из Тануда, как проходила слуха Йом-Кипур в храме. Это пересказано и переведено на русский язык в книге нашего наследия Рава Ильяу Китова. И я поставил на Телеграм ссылку на материал, где можно это посмотреть. Правда, там, кто будет искать не с самого начала, надо листать и найти подраздел «Служба Коэна во храме в Йом-Кипур». Будет очень полезно параллельно читать текст нашей недельной главы и читать описание того, как это в реальности происходило. Некоторое различие тут, конечно же, будет, потому что здесь описывается служение в Мишкане, в переносном храме. Там описывается служение во втором храме, во втором или в первом, одинаково, который был устроен в образе и по подобии, точнее, Мишкана. Но были какие-то и различия тоже. Мы можем их заметить. Так вот, значит, от общины Израиля он возьмет двух молодых козлов. «Лехатат» для жертвы искупления греха, «Ве Айль Эхад» и одного барашка, «Ле Ола» для жертвы сосажения, «Вехикрив Аарон» и буквально приблизит Аарон «Этпар Ахатат» – теленка искупительной жертвы, а Шерло, который у него «Вехипербеабдо» и искупит себя, точнее, за себя, «Ове адбейто» и за дом свой. Прежде всего, Коген искупал свои возможные, незамеченные, нечаянные грехи, себя и свой дом, то есть свою семью. «Велакахат» Шней с Гаса и Рим и возьмет двух этих козлов «Ве Ге Эммид» от слова «Омэд» поставит «Отам» лифнейшем, поставит их пред Богом, «Петах Огэль Моэд» во вратах шатра собрания, «Ве Натан Аарон Этшны Гаса и Рим» и «Даст Аарон Этшны Гаса и Рим» на этих двух козлов «Горало» – слово «гораль» мужского рода. Это значит «жеребий». Слово это используется и сейчас в Иврите, это означает нечто вроде «судьбы карма». Но здесь имеется в виду вполне конкретная вещь материальная. «Гораль Эхад Лашем» – один жребий для Бога, «Ве Гораль Эхад Ла Азазель» и другой жребий Азазелю. Слово «Азазель» непонятно. Одно из самых простых и реалистичных объяснений – это некое место, некое место пустыни, где этого козла и приносили в жертву. В современном Иврите «козел отпущения» он так и называется, так и произносится. «Саир Ла Азазель». Теперь, что представлял собой «Гораль»? Это дощечка. На одной дощечке было написано «Ла Шем», на другой написано «Ла Азазель». Ставил Куан-Бедоль одного козла. Они были одинаковы по стоимости, по виду, по весу и так далее. Справа от себя другого слева. Опускал обе руки в то, что называется «калпи». Сейчас «калпи» – это избирательная урна. Тогда это была некая такая коробка, в которой лежали два этих «Гораля», две дощечки. Одну дощечку он брал правой рукой, и она относилась к правому козлу. Другую дощечку он брал левой рукой. И то, что на ней было написано, относилось к левому козлу. Считалось хорошим знаком, если в правой руке у него был «Гораль» для Бога. Последние 40 лет перед разрушением храма, в качестве предупреждения, такого не бывало. Так вот, я объясню, что такое «Гораль». И одно из значений слова «Ла Азазель». И приблизит Аарон козла Ашер Ала Алав, который поднялась на него «Га Гораль Ла Ашем», жребий для Бога, то есть вот этого козла, что он сделает и крив, принесет в жертву. В Ассаху хатат и сделает его жертвой хатат, искупление греха. В Асаир Ашер Ала Алав, а тот козел, на которого выпал жребий, «Га Гораль Ла Азазель», «Я Амад Хай Лишнешим», будет стоять живым перед Богом, «Ве Хапер Алаф» и искупит на него, «Леш Аллах Ото», послать его «Ла Азазель», вот к Азазелю, будем считать, что это вот к этому месту, «Га Гамид Бара» в пустыню, «Ве Икри Варон» и принесет жертву Арон цельца в грехоискупительную жертву Ашер Улло, который у него в хипер баадо у ваад дейто, и искупит себя и дом свой, «Ве Шахат» и зарежет бычка жертву очистительную, в грехоочистительную жертву Ашер Улло, который у него в Элаках мэло га махата, и наберет он полную, вот что такое га махта, это слово нам попадалось, это некий совок для углей, для раскаленных углей, и что же он туда наберет? Гахалей эш, то есть раскаленных углей, эш – это огонь, мэаль амизбеях, с того мизбеяха жертвенника, милифней ашем, который перед Богом, имеется в виду жертвенник, внешний жертвенник, медный, на котором сжигались туши жертвенных животных, умало хафнав, и наполнит горсти свои, кторет, кторет – это смесь ароматных веществ для воскурения самим, вот кторет самим, вот сам – это буквально ингредиент, дака, слово дак означает мелко истолченный, так, вегеви ми бейт лапарохет, и внесет снаружи, вовнутрь этой завесы, то есть за завесу, то есть кодыш, кодышим, вельнатан – это кторет, альхаэш – о, извините, 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 так, извините, здесь говорится о том, что он войдет в кодыш, не в кодыш, кодышим, так, и что он делает там, и даст вот этот кторет, это ускорение, альхаэш – на огонь, лифней ашем – перед Богом, ве хиса аунан – акторет, и покроет буквально облако воскурения, то есть этот ароматный дым, он, конечно, видим, да, слово хиса покроет, одноклиноэс – кисуй, например, кисуй, рожь – покрытие головы, или михсе – крышка кастрюли, так, «эд га капорет» – эту крышку, ашер аль га эдут, которая на эдут, это буквально свидетельственно, имеется в виду арон кодыш, да, арон, на ковчеге, «вело ямут» – и не умрёт, тогда «ках мидам гапар» – и возьмёт он от крови бычка, «вэ гиза» – и покропит, «бэ эс ба о» – пальцем своим, аль пней га капорет – в направлении завесы, «кэдма» – «кэдма» – это к востоку, к востоку, то есть вперёд, «вэ лифней га капорет» – и перед завесой, «и зэ шэ вапамин» – покропит семь раз, «мин гадам бэ эс ба о» – «из крови этой пальцем своим». Наверное, вы помните, что Хазан в повторении «Молитвы мусад» в Йон-Киппор, да, читает этот отрывок очень вразительно, и каждый раз, упоминая это, говорит, и считал он так, «э хад, э хад, вэ хад, э хад, уштаем, э хад, вэ шелокш» и так далее. Вот к этому моменту относятся счёт. «Вэ шахат, э саир, а хатат» – «и зарежет козла грехночестительную жертву». «Ашер ла ам», который за народ, сначала он искупал себя и свою семью, теперь уже искуплённый, он освещает, искупает народ. «Вэ яви эд дамо» и принесёт крови его. «Эль ми бейт ла парохет» – «вовнутрь за завесу ва аса» – «эт дамо» – «ка ашер аса» – и сделает с кровью, как он сделал с кровью гапар. «Бычка вэ иза ото, аль га капорет» и покрапит ей к крышке. «Вэ лифней га капорет» – «и перед крышкой». «Вэ хипер аль га кодэш» и искупит на святое буквально «ми тумат бне Исраэль» от нечистоты ритуальной сынов Израэля «у ми пиш айем» – «пеша» – это грех, от грехов их. «Леколь ха тотам» «ка всем грехам их» «вэ хэн я асе ле огель моет» и так он сделает «ка всему огель моет», «ка всему шатру собрание». «Га шохэн» и «там». «Шохэн» – это вмещающий их. «Бэ тох тум о там» от нечистоты их. «Бэ холь адам ло е е бе огель моет» «и каждый человек не будет в шатре собрание», то есть ни одного человека не будет там. «Бэ во о при входе его лэ хапэр ба кодэш», при входе его для того, чтобы искупить для святости. «Ад цэй то до выхода его». «Вэ хэпер ба адо у вэ ад бэй то» «и искупит себя и дом свой у вэ ад коль кэгал Исраэль» и весь все собрание Израиля. «Ва яца эль ам избаях» «и выйдет к жертвеннику Ашэрлиф Нэяшэм», «который перед Богом», «вэ хэпер Аллах» «и искупит его». «Ахмидам апар» «и возьмет крови бычка». «Умидам асы Ир и крови козла», объясняет комментарий, что он смешивал эти два вида крови. «Венатан аль карнот ам избаях» «и даст на буквально рога этого жертвенника». Что такое рога? Это выступы по углам жертвенника, про которые сказано «крепите праздник к рогам жертвенника». Так, савив вокруг. «Вэ яза алау» «и побрызгает на него» «мин хадам бэй избао» «из крови» «пальцем своим шева помим ше» «семь раз» «вэ ти харо» «и очистит его» «вэ кидшо» «и посвятит его» «ми тума от бне Исраэль» «от нечистоты сынов Израэля» «вэ хила ми хапер эт акодеш» «и закончит, как вайхулу, слово «коль» «сё» «и скупать жертвенник» «вэ эт огельмоэд» «и священный шатер» «вэ эт ам избаях» «и жертвенник» «вэ гикрив эт гасыир эхай» «и принесет жертву» «но имеется в виду зарежен» «козла, который живой» «это имеется в виду не козел ла азазель» «он предается смерти другим путем» «а тот козел, который живой» «вэ самах ахарон» «и буквально абапрет ахарон» «эт штэй ия дав две руки его» «две руки свои» «аль рож асэир» «на голову козла Ахай» «живого» «вэ гитва да Аллах» «и что такое литва да» «это признание в грехах» «то есть он должен произнести те грехи, да» «в которых может быть замешан народ Израиля» «эт коль авон нот бне Исраэль» «все грехи народа Израиля» «ну, тут был специальный текст, в котором все возможные грехи перечислялись по алфавиту и отголоски этого мы видим в ведуе, который читается в Йон-Кипур «обратите внимание, что в слове авон, авон нот, буква вав – это буква, а гласовка у нее холам хасэр» «то есть только точка наверху» «бне Исраэль» «эт коль пиш эйгем и все их пригрешения» вот слово «хэт» и слово «пэша» имеют немного разное значение «лэхоль ха тотам» «во всех грехах их» «венатан отам аль арош асаир» и буквально даст их на голову козла «вэши лах баяд иш айти» и пошлет, отошлет его в руку человека-посланника наручного га мидбара в пустыню вот это вот слово «идти» давайте я посмотрю отдельно в словаре я вам поставил это на чат с человеком наручным Раши приводит информацию из трактата Йома Талмуда Вавилонского этот человек должен быть избран заранее и вот такая у него функция что он отводит козла в пустыню так и что же там происходит «вэна саха саир алав эт коль авоно там и понесет носа» это «нести» «козел на себе, на нем все грехи эль эрец гзейра в землю иссеченную слово «гзейра» означает выкройку, вырез а также постановление как правило суровое постановление нееврейских властей но здесь значение этого слова «прямое» «прямое» это значит «в землю обрывов» земля пронизанная трещинами земля растрескавшаяся или буквально отрезанная земля я прочитаю вам немножко из комментария козла сбрасывали со скалы в пустынные местности и по ходу пока он летел со скалы он разбивался и остатки его невозможно было найти Тора пользуется выражением «отрезанная земля» для того чтобы подчеркнуть что отброшенные народом грехи и дела в совершении которых люди раскаялись никогда больше не повторятся только при таком условии возможно прощение и искупление грехов и вот к дальнейшим словам так отправит он сказано как козел никогда не вернется так и не останется даже воспоминаний о грехах которых народ раскаялся и которые были прощены как сказано в книге пророка Михи ты бросишь все грехи в пучины глубины моря вот эти вот слова являются основой для обычая совершать выходит к водоему и бросает туда крошки хлеба символизирует избавление от грехов Ташлих буквально сбрось это слова с которыми мы обращаемся ко Всевышнему то есть брось их в то место где откуда они никогда не будут извлечены и так вот это и пошлет отведет козла в пустыню и придет и придет и придет и снимет с себя одежды льняные фашат это правильное слово для того чтобы сказать снять одежду львшот тот же корень что в слове пашут чуть измененный порядок в слове типеш то есть человек простой так ашер лаваш который он надевал б-в-о-эль-о-эль извините б-в-о-эль-а-кодеш при входе в святое и положит их эти одежды там и омоет тело свое в воде вместе с святом и наденет одежды его и выйдет и совершит он приношение о-ла всесожжение и всесожжение за народ и скупит за себя и за народ что такое хелев созвучно со словом халав это жировые отложения это то что называется словом тук это та часть жира внутреннего которая не должна использоваться в пищу потому что она зажигалась на жертвеннике так вот значит соответствующий жир жертвы хатат як тир он воскует то есть превратит в ароматное благоухание га мизбеха на жертвеннике это тот который посылал который отводил то есть человек нарочный которого посылали отвезти козла искупления в пустыню так вот что с ним аш амшалейх это сегир тот кто отводил козла ле азазель к азазелю ехабес бегадав постирает одежду его верахац это сароба маим и омоет плоть тела его в воде в ахар кен а после этого его эль амахане придет в стан веет пар ахатат извините так а бычка грехочистительной жертвы веет сиира ахатат и козла грехочистительной жертвы ашер гува эд дамам которые внесена была кровь их то есть кровь которых была внесена лехапер бакодыш искупить в святом йоц и эль михудз ламахане выведет за пределы стана так вынесет так ве сарфу ваэш и сожгут в огне так минуточку так но имеется ввиду конечно после после залезания что же сожгут это оро там шкуры их от слова ор через айн это значит кожа шкура ве сарамы и мясо их ве пир шам это выделение их то есть то что внутри их пищеварительного аппарата ве ве сарф а тот кто сжигал там их еха без богадав так посирает одежды его ве рахац от сароба маим и помоет тело его в воде ве ахаркен после этого его придет эля махане в стан в айта лахэм лахукат улам и будет это вам законом вечным ба ходэш ашвии в день в месяц седьмой ба асор лаходэш в десятый день месяца та ану эт на шот эйхэм отсюда слово та анит пост та ну истязайте души ваши имеется ввиду поститесь и всякую работу не делайте как жительственной страны слово израх современном ибрите переводится как гражданин и пришелец живущий средь вас имеется ввиду не гер цедек который равносилен еврею во всем в отношении аллахи а гер тушав это человек не принявший еврейство но отказавшийся от поклонения идолам и принявший на себя определенные определенные заповеди так значит говорится о том чтобы не делать мелаха потому что в день этот искупит вас чтобы очистить вас в современном еврейте означает обновить или метахер авир это очиститель воздуха кроме всего прочего так миколь хату теихем от всех ваших грехов лифнеяшем титару перед богом очиститесь шаббат 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 суббота суббот и лохем он точнее она для вас говорится про этот день 10 число 7 месяца это Йонг Кипур Йонг Кипур назван не просто шаббат а шаббат шаббатон про другие праздники не говорится ни шаббат ни шаббатон ни мелаха лотасу это сказано только про субботу и про Йонг Кипур про другие праздники например про шабуо который весь Йонг Дов сказано мелехет а вода лотасу в чем разница между мелаха и мелехет а вода мелаха это 39 видов работ запрещенных в шаббат и в Йонг Кипур они также запрещены а мелехет а вода исключают отсюда два из 39 видов мелаха действий запрещенных в субботу а именно в праздник в Йонг Дов разрешено готовить охель нефиш то есть столько еды сколько нужно для данного количества людей на конкретно этот день так и разрешено переносить летальтель так в субботу как и в Йонг Кипур это не разрешается так 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 в Йонг Коэн и искупит Коэн Ашер Йсмах извините Ашер Йимшах о том тот Коэн которого который его помажут Йимшах от слова Мишха от слова Машиях в эти книжи относятся к Коэну так Ве Ашер Йим Ле Эт Йадо и который наполнят руки руку его Ле Кахен служить Тахат Авив вместо отца его имеется ввиду переход должности Коэн Гадоль от Аарона к позднейшим его потомкам так то есть он будет на это посвящен так Ве Лаваш Эт Бигдэй Абад и наденет одеяния льняные Бигдэй Акодыш святые одеяния Вехипер Эт Мигдаш Акодош и искупит святилище святое Ве Эт Огэль Моэд и совершать его собрание Ве Эт Амэз Бигдэй и хапэр и жертвен искупит Ве Аль Гак Коганим А На Коэнов Ве Аль Кола Ам и на весь народ Гак Кагаль который соберется Ей хапэр он искупит Ве Ай Тазот Лахэм Лехукат Улам и будет это вам законом вечным Лехапэр это бны Исраэль искупать сынов Израиля Миколь Хатутам от всех и грехов Ахат Башана один раз в году Ва Яас и сделал Кашер Цива Адунай Этмуше Как заповедал Бог Моисею Этим заканчивается глава параграф Тет Зайн 16 который входит в недельный раздел Ахаримот У нас осталось несколько минут Пожалуйста если есть вопросы слушаю вас Если нет я поделюсь некоторыми своими соображениями по поводу по поводу приближающегося праздника Лак Ба Омер Итак есть праздники упомянутые Торой Прежде всего это Шалоша Галин Касаши Бот Сугод Сюда же относятся Роша Шамай Йон Кипур Они все перечислены в Торе Есть Значит это праздники Миде Орайта из Торы Есть два праздника Миде Рабанан тоже считаем праздниками но не называем их Йом Тов потому что нет в них специального мусафра не приносились жертвы дополнительной в храме соответственно нет и дополнительной молитвы и потому что нет запрещения совершать Мелаха в эти дни какие-то праздники это Пурим и Ханука так и далее есть праздники следующего эшелона это Тубишват 15-й шват Новый год деревьев и это Латба Омер 33-й день отчета Омера напомню вам что евреи которые считают Омер если подошло время если подошло время отчитать Омер и допустим товарищ спрашивает какой сегодня день не должен отвечать сегодня пятый потому что если он скажет даже так просто назовет число нужное правильное число и даже не на иврите и даже не скажет сегодня пятый а что пятый именно пятый день Омера или пять дней Омера а просто назовет нужное число Он уже исполнил заповедь, и, соответственно, он не должен, не может произнести благословение на это. Правда, он не теряет возможности во все следующие дни произносить «Омер с благословением», но в этот день он благословение уже пропустил. Поэтому спрашивают, какой день был вчера. Вчера был четыре дня. Понятно, что сегодня надо будет читать пять дней. К примеру, так вот, сам день «Лагба-Омер», то есть среду вечера, не следует даже до того, как человек посчитает «Омер», не следует ему даже говорить название этого дня «Лагба-Омер». Это вот первое, что я ему хотел сказать. А второе, откуда вообще это число 33? Совершенно однозначно, что это «Йорцей», то есть день ухода, раби Шимона Бар-Юхай, составителя книги «Заор». Тут никто не спорит. Есть мнение, что это день окончания эпидемии. Но есть, однако, и другое мнение. Если мы возьмем 50 дней между Песах и Шивот, и исключим из них 6 дней самого праздника, исключим субботы, которые подали туда, исключим 3 дня Рош-Ходэш, то есть Рош-Ходэш месяца Ияр, месяца Ияр и Рош-Ходэш месяца Сиван, один из них 2 дня, другой 1 день. Так, надо посмотреть, какой, как я. Извините, опасаюсь немножко спутать. Вот, и, значит, пара дней добавляется на подготовку к празднику Шивот, то как раз остается 32 дня. То есть есть мнение, что эпидемия, которая, конечно же, была наказанием от Всевышнего и имела такие знаки, то есть не выглядела как случайность, как какая-то болезнь, а именно как наказание. Вот, значит, оно, значит, эта эпидемия поражала учеников рабе Акивы в будние дни, но не поражала вот в те дни, которые мы с вами только что перечислили. И вот таких дней насчитывается 32. И тогда мы будем считать, что после Лак-Ба-Омер, то есть 18 числа месяца Ияр, эпидемия по-прежнему продолжалась по будним дням, но останавливалась на Рош-Ходэш, на Шабаты и так далее. И прекратилась буквально за пару дней до Шивот. И вроде бы все сходится. Но если мы вот эти вот 32 дня будем считать подряд, невзирая на субботы и прочие дни, когда не считается, скажем, Таханон, то эти 32 дня заканчиваются как раз перед 18-м, 18-м Ияром, Хай. 18-м, это Хай, а Хай, это, как вы знаете, жизнь живой. И тогда, значит, по этому мнению, это еще и окончание эпидемии. Какое значение практически это имеет для нас? Те законы траура, точнее, полутраура, то есть что мы не устраиваем свадеб, не слушаем веселую музыку, не устраиваем собрание с целью именно приселиться, да, заканчиваются они с Лабаомером или не заканчиваются. Во многих общинах с Эфарадин принято, что после Лабаомера уже устраивают свадьбы. У ашкеназов, да, истригутся и, соответственно, бреется тот, кто бреется. Вот, но у большинства ашкеназских общин считается, что вот эти знаки траура продолжают быть вплоть до почти что самого праздника. Вот, за два дня все-таки прекращаются, чтобы человек привел себя в порядок к самому празднику и не выглядел праздник заросшим. Ну, вот такие соображения относительно праздника относительно праздника Лабаомер. Так, ну что же, если вопросов нет, желаю вам веселого Лабаомера. Еще раз лейлуй не шама мушер бен хаим. Ой, тие на шо црор би црора хаим яхад им цадыхим шелану. Так, всего наилучшего. Значит, о следующих занятиях ждите объявления. Вот, с Божьей помощью, если не воскресенье, то, как сказал Натан, в какой день? В Йом Рви? Как я сказал? В Рви, да, в среду. То есть, в среду вечером, да? В среду вечером, если можно, тоже в 20-30 на определенное время. Всего наилучшего. Окей, всем счастливо. Пока. Пока. Здорово. Пока. Всего хорошего. Всего доброго.